В отечественной культуре, пожалуй, найдется очень мало людей, столь разносторонне одаренных. Актер, режиссер, писатель и, пожалуй, еще меньше тех, чье творчество в любом качестве было бы так интересно, так любимо и так нужно. За годы, прошедшие после его ухода, о нем было рассказано и написано столько разного, порой взаимоисключающего, что не будь он писателем, пожалуй, сегодня трудно было бы даже восстановить его биографию. Но он всю жизнь писал, и биографию восстановить можно по его собственным книгам, рассказам, статьям, письмам, заметкам на полях. И мы сегодня попытаемся рассказать о Василии Шукшине его собственными словами. Родился 25 июля 29 года в селе Сростки, Бийского района, Алтайской области. Родители крестьяне, со временем организации колхозов, колхозники. В 1933 году отец арестован органами ОГПУ. Дальнейшую его судьбу не знаю. Дальнейшую его судьбу не знаю. Дальнейшую его судьбу не знаю. Мне шел 17-й год, когда ранним утром по весне уходил из дома. Мать проводила меня за село, перекрестила на дорогу, села на землю и заплакала. И понимал, ей больно и тоже страшно, но еще больнее, видимо, смотреть матери на голодных детей. Еще там осталась сестра, она маленькая, а я мог уйти и ушел. Выйти в люди все никак не удавалось. Дважды чуть было не улыбнулось счастье. В 1948 году Владимирским горвоенкоматом я, как парень сообразительный, абсолютно здоровый, был направлен учиться в авиационное училище в Тамбовской области. Все мои документы, а их было много разных справок, повез сам и потерял их дорогой. Он собирался в какой-то другой институт, сейчас я не помню, вылетел сейчас из головы, что столько лет прошло. В какой-то другой, чуть не технический даже, и случайно, там что-то не попал он, да. И случайно он встретился с Пыревым, причем с пьяным Пыревым. А я знаю, что Пырев-то не пил. В общем, во всяком случае, это мне Вася лично рассказывал, в общем, как-то поэтично об этом, как они на лавочке где-то сидели, как Вася рассказал ему свою историю, как, вроде бы, так сказать, он заволновал этим Иван Александрович вообще. И Пырев ему посоветовал, иди, боги, ты же актер, иди на режиссерский, ты же, наверное, режиссер, потому что ты так интересно рассказываешь, ты же образно мыслишь. Вот, вроде бы, так сказать, по рассказу Шукшина, Пырев его подтолкнул. Вот он мне так рассказывал. А насколько это, в общем, не фантазия, я не знаю. Мы с вами находимся во Всесоюзном государственном институте кинематографии. Как видите, это обычный институт. Его пять факультетов готовят специалистов кино многих профилей. Сценаристов. Художников. Будущие актеры получают здесь всестороннюю подготовку. Вестибюль института кино. Нас очень много здесь молодых, неглупых, крикливых человечков. Всем нам когда-то пришла в голову очень странная мысль посвятить себя искусству. И вот мы здесь. Каждый знает, что он талантливее других и доказывает это каждым словом, каждым движением. Среди нас неминуемо выявляются так называемые киты, люди, у которых на лбу написано, что он будущий режиссер. Это цитата из вступительного сочинения Василия Шукшина. На полях надпись преподавателя ВГИКа. Хоть сочинение написано не по теме, но заслуживает отличной отметки. Ну я помню, что он пришел в ВГИК и все говорили, что вот поступил по блату сын секретаря райкома. Потому что он был во фринче таком синем, в галифе, в сапогах, мрачный, такой крестьянского вида человек. Он учился в режиссерском факультете, я на операторском, младше него. И значит, он в то время выступал всегда на собраниях всех общественных. И всегда он, значит, был, ну, с позиции от народа как бы. Дело в том, что я не была в комсомолии. И еще такой знаменитый телевизионный режиссер Костя Худяков. Мы на курсе были двойник комсомольцев. Я не помню, как его, но меня вызвали к секретарю комсомольской организации. Это был Василь Макат Шукшин. И меня там, так сказать, ну вот, маленько поругал. Но, ругая меня, так смотрел куда-то там в пол. Живолоки ходили, очень стеснялся. И потом уже на, по происшествии, скольких-то лет, я ему напомню, он скажет, что это не помнит. Да. Ну, на курсе его, однозначно, можно сказать, что все очень уважали. Потому что первый отрывок, который он показал, закуривающий на ветру, поразил всех. И, значит, без предметов у нас делали этюды. Махорка, там, газетка, это ничего не было. Но настолько это было интересно, настолько захватывающе, молча. Но вряд ли кто еще подразумевал, что они имели дело с начинающим писателем. Уж мы-то, по крайней мере, на нашем курсе никто об этом и не задумывался. Никто не спрашивал, сам ли он писал сценарий для своей первой картины. Потом мы просто узнали, что он снимал картину по своему сценарию. Вряд ли кто знал, что он уже писал рассказы. А он наверняка их писал. Ну, одники все писали, поэтому мне нравилось. Но сказать, что я был провидицы и увидел там в нем будущего большого, так сказать, крупного писателя, нет. Здравствуй, мама. Получил 200 рублей, посылочку и письмо. Мам, так что ты делаешь? Купила пальто. Милая моя, ведь я с таким же успехом проходил шинели осенью-весну. Мама, ты где деньги-то берешь? Пальто мне как раз, но я его носить пока не буду. Вот дотаскаю шинель. Деньги у меня есть. Числа до 15-го хватит. Живу я очень интересно, мама. Спасибо тебе за все, родная. Недавно у нас на курсе был опрос. Кто у кого родители? У всех почти писатели, артисты, ответственные работники. Доходит очередь до меня. Спрашивают, кто из родителей есть? Отвечаю. Мать. Образование у нее какое? Два класса, отвечаю. Но понимает она у меня не менее министра. Смеются. Мама у нее была плакальщица деревенская. Она хоронила людей. И поэтому она, у нее сердце было очень крепкое. Он ее любил. Он все время говорил, не выдержу, не выдержу. Когда придет телеграмма, что мать умерла. Мать у него была очень интересная. Она от природы очень артистична. Она у людей чувствовала сразу, кто на что стоит. И говорила Васе прямо. Почти все сбывалось. Он проходил практику на Одесской студии. А я в это время собирался снимать как раз картину «Два Федора». Сейчас только не помню, писал ли сценарий или заканчивался. И я сперва с Тарковским познакомился. Вот он меня назвал Шукшинайского, что он сейчас в Одессе. Но этого я его не видел. А там однажды иду на стуле по аллее. Идет человек. Синие гимнастерки и синие галифе в сапогах. И я сразу как-то понял по описанию, что это он. А потом, когда я услышал его голос, то поразительно просто вот так, как будто бы я и раньше, так сказать, общался и слышал, как он говорит. Ой, господи, господи. Здравствуй, Федор. Вернулся. Здравствуй, Федор. Здравствуйте, Федор. Здравствуйте, братцы. Здравствуйте. Ну что ж мы стоим. Пойдем, пока поживешь и меня. А может, к нам, а? Спасибо, братцы. Домой я вернулся. Домой. Спасибо.